Добрый день! Здравствуйте! Отец Алексей, из законодательства Республики Астан следует, что противодействие коррупции является коллективной обязанностью всего общества. И сегодня я бы хотел с вами поговорить о отношении религии христианства к коррупции и какие меры предусматривают ее каноны за совершение коррупционных правонарушений. И вот первый вопрос. Какое отношение коррупции вообще в христианстве? Ну действительно, тема очень важная. Точнее, это проблема. Может быть, одна из самых важных проблем в нашем обществе. Мы все знаем, какой вред наносит коррупция обществу. И как жители государства, граждане, мы, конечно, с проявлением коррупции сталкиваемся чуть ли не повсеместно и чуть ли не ежедневно. Нарушил правила дорожного движения, не беда. Можно решить проблему на месте при помощи определенной суммы денег. Чтобы ребенок в школу поступил или в ВУЗ, найти нужный контакт можно с руководством, с деканом факультета, допустим. В очереди стоишь на жилье социальное, на улучшение каких-то жилищных условий своих. То же самое, какие-то правильные действия сделать, промотивировать кого-то, какого-нибудь чиновника. И все, можно быстренько ускорить этот процесс. Так что повсеместно действительно сталкиваемся со всем этим. Ну и, конечно, тут вопрос задаем всегда себе такой, какие же можно, какие чувства, какие настроения будут в обществе царить, если вот такой опыт соприкосновения с коррупцией будет формировать у нас комплекс какой-то беспомощности, беззащитности, убежденности, что за все нужно платить и все можно решить с помощью денег. Вот это беда, на самом деле, конечно. Вот предстоятель нашей церкви, русской православной церкви, частью которой является православная церковь Казахстана, святейший патриарх Кирилл говорит о том, что вот в одном из своих слов, хочу процитировать даже, что в основе коррупции лежит ложь, обман. Вот его слова такие, ложь стала одним из самых распространенных и самым опасным грехом в нашей жизни. Нужно перестать обманывать. Общество, которое воспитанное во лжи, не может быть справедливым обществом. И тема коррупции тоже тема обмана. Нельзя победить коррупцию, не поставив при этом ложь вне нравственного закона общества. Вот. Ну, что сказать еще, да, церковь, конечно, всегда возвышала свой голос и возвышает, и призывает верующих и неверующих избегать вот таких пороков, как сребролюбие, хищение, воровство, лихаимство, да, мы так вот, старинное такое слово есть, очень замечательное. Потому что все это ведет к духовной гибели человека. С этим надо, конечно, бороться и бескомпромиссно, и об этом церковь говорит. В нашем священном писании, в христианском, в Ветхом, в Новом Завете, мы сталкиваемся и видим вот эти вот постоянные порицания, и даже прямой запрет, чтобы на то, что сегодня мы называем коррупцией, коррупционным поведением. В древней книге Второзакония говорится, «Не извращай закона, не смотри на лица и не бери даров, ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают дело правых». В книге Притч говорится, «Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота». Это Ветхий Завет. А в Новом Завете то же самое мы видим. Есть такой святой пророк Иоанн Предтеча, Иоанн Креститель, который готовил людей к пришествию Спасителя, Христа, и он в священном писании описывается, его проповедь, когда его народ спрашивает, что же нам делать. Он говорит им, «У кого две одежды, тот дай неимущему, у кого есть пища, делай то же самое, поделись». Когда к нему пришли креститься мытари, а мытари – это сборщики налогов в старину, так называли их, мытарь, намытницы, собирали налоги. Они к нему пришли и сказали, «Учитель, что нам делать?» А он отвечает им, «Ничего не требуйте более определенного вам». Ну вот, видите, Иоанн Предтеча говорит, прямой ответ на то, что такое вот коррупция. Его воины спрашивают, «А нам что делать?» Он говорит им, «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». Тут же в Новом Завете святой апостол Павел предупреждает, еще процитирую слова Священного Писания Нового Завета, слова апостола Павла, что очень опасно стремиться к обогащению, когда это самоцель такая. Апостол Павел говорит в послании своем, «Желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Вот такое отношение, конечно, в церкви к этой беде, к этому пороку, который бич нашего общества, конечно, к сожалению. Спасибо большое, отец Алексей. Мы все знаем, что мы проживаем жизнь, потом у нас наступает, конечно, мы уходим в мир иной. Многие из нас сейчас верят в это и вот задают зачастую вопрос, а в ином мире есть ли какая-то кара для тех, кто совершал коррупционные правонарушения, преступления? Да, спасибо за вопрос. Ну, мы никого не судим, да, Бог судья нам всем, конечно. Вот. И как за все, что мы делаем в нашей жизни, мы дадим ответ перед Богом, вот, конечно, так и за такие нарушения, такие грехи, как лихаимство, взяточничество, коррупция, то, что мы называем, да, сейчас современным словом. За это тоже, конечно, мы дадим ответ перед Богом. Поэтому, как говорит нам Священное Писание, внимательно следите за собой, как опасно ходите. Потому что не знаем, когда нас Господь призовет. Сегодня, завтра. И с чем мы туда войдем в вечность? С какой душой, с каким сердцем? Вот. Поэтому об этом, конечно, нужно всегда помнить. Спасибо. И вот все равно, ну, как бы, религия, священнослужители призывают, говорят нас. Но хотелось бы узнать, кроме этого, может быть, какие-то есть меры там, или отлучение от церкви, или еще что-то, какой-то вид наказания для грешников, для тех, кто совершает вот такие проступки? Ну, нет, это здесь мы не можем говорить о каких-то вот наказаниях здесь. Потому что церковь, она, религия призывает к изменению своего сердца, к изменению своей души, а не карает никого. Для этого, конечно, есть у нас соответствующие органы, которые, государственные службы, которые должны следить за тем, чтобы не было никаких преступлений закона, земного закона, государственных законов. А по божественному закону будем отвечать перед Богом в этой жизни или в следующей. Тем более, что, ну, какое наказание? Человек сам себя наказывает, прежде всего, потому что, что такое грех? В том числе и грех воровства, коррупции, там, как угодно. Любостяжание, сребролюбие, о чем мы сейчас говорим. Грех – это... Себе человек наносит рану, в первую очередь. Он сам себя наказывает. Потому что все, что мы делаем, все преступления против божественного закона, против человеческих законов, которые у нас есть, государственных, мы же знаем, рано или поздно наступит момент, когда нам придется за это ответить. Вот об этом нужно всегда помнить. И жить по-божьей, ну и по-человечески, конечно, тоже. И вот следующий вопрос. Ну, вы, когда отвечали на первый вопрос, вы говорили, что коррупция повсеместна, что с ней повсеместно сталкиваемся. И здесь пример приводили. И на дороге, и в учебных заведениях. Это, получается, у нас уже общество поражено этим, раз мы уже говорим, что встречаемся повсеместно. Вот, соответственно, нужно бороться с этим, именно перевоспитывать общество, работать с ними. И продвигаете ли вы среди своих прихожан именно вопросы, связанные с противодействием коррупции, что нужно быть добропорядочными, что все-таки добропорядочное поведение, стиль жизни, он приводит к более хорошим последствиям, нежели желание какое-то обогащения или там неправильных путей. Ну и, соответственно, что бы вы потом пожелали, это уже в конце, уже когда вы ответите на этот вопрос. Ну, все правильно, да. Замечательный вопрос. Потому что правильно отметили, что есть какие-то законы у нас, которые наказывают вот такие преступления, то есть, да, государственные законы. Есть нравственный закон, к которому как раз и призывает религия к соблюдению нравственного закона. И тут, видите, в чем дело. Мы видим вот что. Ну, как мне кажется, что репрессивные какие-то меры в полной мере не могут обеспечить вот этой победы над этим злом, потому что, которая, как вы отметили, действительно поразила общество наше. Ну, это не только наше. Мы же это видим и в других странах. Вот пример Китай, соседний нам. Там, когда экономический рост бурный у них начался такой вот в последние десятилетия, мы видим, какая волна коррупции захлестнула это китайское общество. То же самое. В новостях мы видим, как чиновников этих китайских бизнесменов, провинившихся, проворовавшихся, приговаривают к смертной казни и еще и по телевидению все это приговор исполнения транслируют. И все равно вот живет это. То есть я о чем хотел сказать? О том, что исключительно, если мы будем уповать только вот на такой репрессивный аппарат вот в этом борьбе с этим нравственным злом, то, наверное, вряд ли достигнем цели, по моему мнению. Здесь очень важно действительно и религиозная составляющая, религиозный фактор вот в этой, в борьбе с такими пороками общества, с такими, потому что это нравственный порок. Вот и на этом, об этом хочется, конечно, сказать. Потому что, к сожалению, вот мы видим, как в западных странах, в том же Европейском Союзе изгоняется вот это религиозное измерение из общественной жизни. Сводится все это исключительно к какой-то частной сфере жизни человека. Секулярное, так называемое, да, устроение общества. И к чему это приводит. Вот. А церковь, а мы всегда, конечно, говорим о том, что и в церкви, и в проповедях, что страсти человеческие, слово страсти, это славянское слово. Страдание переводится. Вот эти страдания, потому что душе наносит человек, совершая грех. Любостяжание, страсть, сребролюбие, вот этого самого, обогащение неправедного. Это постепенно вот так захватывает человека, так заглушает голос его совести, и он становится как хищник, такой ненасытный, все больше и больше, жаждущий. Мы знаем, что вот те, кто имел тот или иной опыт, такой коррупционный, скажем, свидетельствуют о том, что поначалу как-то ищут человек какие-то внутренние оправдания своим поступкам. Мне государство не доплачивает за мой труд, поэтому буду воровать. Я не в состоянии жить на эти деньги, поэтому буду воровать. Я решаю вопросы для бизнеса, какой-нибудь чиновник говорит, да, и вправе рассчитывать на некую благодарность, поэтому вот все вроде как оправдывают себя, да. Я же никого там не убиваю, не граблю, вот все так вот. Но вот рано или поздно, как мы знаем из опыта вот нашей духовной жизни, что эти вот такие внутренние установки, они становятся уже такой твердой позицией. И сам человек уже прям вот не сомневается в том, что он прав, в том, что он делает. И очень сложно, да, очень сложно здесь остановиться, переосмыслить свое поведение очень сложно. Когда рядом такой соблазн, такой финансовый поток течет, от которого можно выгоду свою получить. И со временем, конечно, уже потребности человека уже вроде как удовлетворены, а жажда вот этого обогащения никак ее не утолить. Вот я тут подобрал слова такие, святый Василий Великий говорит, такой один из святых, не таков корыста любит, чем более он присыщен, тем большего желает. А еще один святой 4 века, Иоанн Златоуст, как-то сходно так с Василием Великим говорит, летать, скажешь, невозможно, но еще более невозможно положить предел страсти любостяжания. Легче для людей летать, нежели умножением богатства прекратить страсть к нему. К сожалению, отец Алексею, у нас время эфира подходит к концу. Спасибо за интересную беседу. Спасибо, что уделили нам время. Это был проект АШИКСОС. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова АШИКСОС. Редактор субтитров А.Семкин